Вопрос простой, но не тем не менее важный. Почему эта конференция случилась сейчас и именно в этом месте? Наверное, это закономерно. Все-таки мы находимся в республике Алтай. Горный Алтай, но это давно уже доказано историками, археологами. Этнографами, что Горный Алтай – это прародина тюрков. Здесь зарождалась, начиналась тюркская цивилизация. Ну и сегодня в наше непростое время, когда существуют попытки переписать историю, не только историю, российскую, вообще всю историю. Я считаю, что это очень важное мероприятие, вот такая первая международная конференция, посвященная именно вопросу зарождения тюркской цивилизации. Собственно, отсюда пошла с Алтая тюркская цивилизация. Было в свое время великое переселение народов. И тюркские этносы, они, в общем, в результате великого переселения народов эмигрировали, эмигрировали практически, наверное, по всей планете. Это и Запад, это и Восток. И, в общем, сегодня практически в каждой стране можно найти следы тюркской цивилизации. Это очень важно. И очень важно, что вот сегодня в докладах ученые, тюркологи, наши отечественные, зарубежные, сходится во мнении, что все-таки тюркская цивилизация начиналась здесь. Основы здесь, здесь, на территории России, в республике Алтай. Тюркский мир, действительно, он огромен. И большая часть, это, наверное, новые государства, которые возникли после распада СССР. А раньше было просто. Мы единый советский народ, братья. А вот как сейчас, как бы вы актерзовали наши взаимоотношения? Ну, не совсем так. Не только, значит, Центральная Азия. Это ведь и Поволжье, это и часть Украинского мира, это часть и Монгольского мира, это, в принципе, тюркская цивилизация, она действительно такая, очень широко распространившаяся, наверное, одна из самых распространенных цивилизаций, вообще существующих на планете. Еще раз повторюсь, следы есть везде. Все-таки, как вы правильно сказали, народы бывшего Советского Союза, они понимают, что цивилизация тюркская зарождалась здесь, это и есть одна из объединяющих историй наших близких по духу, по этнической составляющей, по крови народов. Тюркские народы бок о бок вместе с другими, можно сказать, создавали Россию, и при этом сохраняя свою самобытную культуру, язык, и ВГДРК, конечно, активно работает в этом направлении, а региональные филиалы вещают на национальных языках, каким вы видите будущее направления вещания на национальных языках? Как оно будет развиваться? Ну, действительно, очень большое внимание ВГДРК уделяет именно вещанию национальных языках, потому что сохранение языка – это сохранение вообще народа. Если умирает язык, умирает народ. Так уж повелось, и поэтому, и спасибо нашему руководителю Борису Добродееву, который действительно большое внимание уделяет развитию вещания на национальных языках. Сегодня мы вещаем, представьте, ежесуточно, на 57 языках и на речи народов Российской Федерации. Это уникальная ситуация, такого нет нигде в мире. Это предмет нашей гордости. Это надо и сохранять, и развивать. Каким может быть будущее этого национального решения? Ну, будущее – подготовка новых, молодых кадров, опять же, изучение этноса каждого, тюркского этноса, его традиции, культуры, и посредством веренных нам инструментов – телевидения, радио, теперь интернет – это передавать следующим поколениям, для того, чтобы, в общем, все, что накоплено было нашим предкам, сохранить и развивать. Очень интересно, каким вы видите роль сегодня традиционных СМИ в взаимодействии культур народа, сохранении их культуры, в условиях вообще появления новых медиа, их влияния на СМИ? Мы с вами активно работаем в этом направлении. У нас сегодня конвергентные редакции, у нас не только телевидение и радио. У нас сегодня, да, мы очень успешно действительно вошли в интернет-пространство. Это и наши сайты, и наши различные платформы, то, что большая платформа «Смотрим.ру», это присутствие наших всех филиалов в социальных сетях. Таким образом, мы увеличим аудиторию нашу не только зрительскую, слушательскую, но в том числе и новых медиа. Таким образом, мы увлекаем больше людей в наши общие проекты, в наше вещание и, в общем, передаем те самые смыслы, которые мы с вами создаем, все большему количеству потребителей нашей информации. Это очень здорово, это замечательно, вот за этим, собственно, и будущее, я так считаю. Мир меняется, меняются условия и отношения между странами, новый геополитический проект и новые сложные вызовы, СВО, новые медиа. Вот в этих условиях как сегодня меняется наша роль, роль журналиста? Миссия журналистов – донести слово правды, слово правды, слово истины. И сегодня в условиях проведения специальной военной операции, конечно, надо больше рассказывать о наших героях, собственно, о целях специальной военной операции, почему, значит, было принято решение о проведении специальной военной операции. Но, наверное, все-таки, если вернуться к нашей даже недавней истории, мы все понимаем, что и Донецкая Народная Республика, и Уганская Народная Республика – такие замечательные города, как там, да, Севастополь, вообще весь Крым, Одесса, Николаев – это наши исходно русские города. Да, они создавались, в общем, кровью и потом, да, тяжелым напряжением наших предков. И поэтому абсолютно правильно, что мы, в общем, возвращаем сегодня наши исконно русские, российские территории домой к нам, в состав нашей великой страны. Вот я считаю, что это основная миссия наша с вами – об этом говорить, доносить правду, потому что, действительно, повторюсь, очень много попыток переписать историю, очернить достижения наших предков нашей страны, очернить наше сегодняшнее состояние нашей страны, в общем, обвинить нас в каких-то захватческих историях, этого нет, потому что это исконно наши русские территории, еще раз повторюсь, которые создавались наши предки. Благодарю вас за разговор, спасибо большое. Спасибо большое.